Всем привет! Сегодня хочу укоренить гортензию в амбхе. Вот такой есть у меня мок с фагмом. Сейчас буду укоренять в нем. Покажу вам свою гортензию. История вот этой гортензии. Вот она совсем малюсенькая, плохо видела. Соседка обрезала кончики своих гортензий. У нее гортензии великолепные. Обрезала кончики ванилы фрайс. Я их просто забрала. Побрезала такие маленькие пенечки из них на пару почек. И взяла просто насыпала грунта, своего садового грунта. И повтыкала вот эти пенечки сюда в грунт. Прикрыла пленочкой и поставила на подоконник. Обрезала соседка уже поздно. В конце ноября, в начале декабря обрезала их. Ну, в общем, отребесневевшие ветки. И взяла просто так. Я не думала, что может из них что-то получится. Через некоторое время один пенечек пустил листочки. И вот смотрю уже сбоку еще проклевывается листочек. Ну, в общем, надо ему помогать. В этом грунте с сухими пеньками, в простом обычном грунте, ему будет очень тяжело укорениться. Поэтому я решила этот пенечек с молоденькими листиками гортензии ванилы фрайс укоренить. Поставить в мох. Вот такой мох у меня с фагном. Мох сухой. В общем, как работать с таким мхом? Мох сухой, поэтому его нужно немножко увлажнить. Вот сколько вам нужно, столько и берете. Вытягиваю вот так. Это даже будет многовато. Ну, вот, примерно вот так. Очень много видео посмотрела по укоренению во мхе. И, вы знаете, ну, как бы, много положительных отзывов. Заливаю тепленькой водичкой. Я не знаю, сколько он будет размакивать этот мох. Делаю первый раз. Просто заливаю водичкой и жду, пока мох размокнет. Сейчас я выключаюсь и включусь, когда он уже будет готов. И скажу примерно по времени, сколько ему размокать. Этот мох закрываю герметически сухой. Он еще нам пригодится. В общем, мох размокает мгновенно. В течение 5 минут он уже такой стал рыхлый, хороший. Но я еще поставила на батарею. Немножко его нагрела, чтобы он был тепленький. Взяла вот такой маленький стаканчик. Есть у меня здесь дренажные отверстия. Можно без дренажных отверстий. Но лучше, наверное, чтобы они были, чтобы стекала лишняя влага. Вынимаю аккуратненько росточек. Вот, смотрите. Листочек есть, но корней еще нет. Конечно, что они еще образуются, эти корни. Но корней может и не быть. Поэтому попробую ему помочь. Значит, что я делаю дальше. Размоченный мох. Немножечко так отжимаю его. И укутываю растение полностью. Вот так в мох. И опускаю в стаканчик. Еще соберу остатки. Для корнеобразования этот мох очень хороший тем, что он очень хорошо пропускает воздух. В общем, я не знаю, укоренится это гортензия или не укоренится. Потому что древесневевшие черенки очень тяжело укоренять. И они практически не укореняются. Но я решила поэкспериментировать. И, конечно же, результаты буду вам показывать. Специально взяла прозрачный стаканчик, чтобы видно, образовываются корни или нет. Что делаю дальше? А дальше я ставлю пакетик. Завязываю его. И ставлю на стеллаж тепличку под подсвет. Вот я уже поставила свою гортензию. Вот такой у меня стеллажик. Пока у меня здесь стоят пеларгонии. Они уже взошли. И я немножко понизила. Взошли на подоконнике. При температуре, там очень высокая температура на подоконнике. Уже взошли. Я и понизила немножко температуру. Поставила на стеллаж. В этой комнате у меня температура 22. Бывает 23. В общем, колеблется ниже 22 не опускается. Поэтому на стеллаже тоже такая же температура. И хорошо, что есть подсветочка. И стоят у меня еще на стеллаже петуньи, которые я высаживала, сеяла 20 декабря. Вот они тоже уже взошли и тоже стоят на стеллаже. Примастила гортензию. Еще пока у меня очень мало растений на стеллаже. Эти полки я еще не включала. Только верхнюю. Но в скором будущем, конечно же, стеллаж у меня будет заполнен полностью. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.